Витаю, дорогие друзья! Сегодня приготовлю дуже смачный торт яблочная слойка. Его еще называют яблочный наполеон. Нижный, хрусткий и ароматный. Перед вами пока только те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. Все продукты для этого теста должны быть холодными, только из холодильника. Яйца, сметана, масло или маргарин. Если маргарин можете брать из холодильника, просто охлажденный. Если масло, то лучше заморозить. Оно быстрее тает от теплорог и тесто получается не таким слоеным. И по рецепту надо взять одно крупное яйцо. Но так как у меня небольшие, то я взяла одно яйцо и один желток. По весу это получилось 62 грамма. Столовая ложка коньяка, для того чтобы тесто лучше слоилось. Мука, я ее уже просеяла. И понадобится еще щепотка соли. Сметану и яйца пока отправляю в холодильник, чтобы они не согревались. На крупной терке натираю маргарин. Я взяла сливочный жирностью 72%. Можете его заменить сливочным маслом. Но все-таки на маргарине тесто получается более слоеным. И вот этот вот натертый сразу же перемешиваю с мукой, чтобы он не комковался. И продолжаю натирать. Теперь все это еще порублю скребком до однородной кружки. Очень удобный вот такой вот скребок, который повторяет форму миски. Добавляю щепотку соли. Немного ее перемешиваю. И в середине делаю углубление. Выливаю сюда одно яйцо и один желток. Сметану. Достаточно жирностью 15%. И столовую ложку коньяка. Все это хорошо перемешиваю вилкой до однородности. И замешиваю тесто. Вот когда уже вся мука увлажнилась, получается вот такие вот крупные кусочки. Крупная кружка. Можно домешивать руками. И это тесто не вымешивается до однородности, а просто собирается в один комок. Если вы вымешиваете и чувствуете, что очень много у вас сухих крошек остается, муки. И все это плохо собирается в комочек. Добавьте холодной воды. Только немного, а одну столовую ложку. И продолжайте вымешивать. Если этого будет мало, добавите еще одну. Мягким и липким это тесто тоже не должно быть. Ну, в общем, надо приспособиться к своей муке. Вот теперь уже в миске его не очень удобно замешивать. Поэтому высыпаю на стол. И собираю в один комок. А чтобы долго не умешивать эти крошки, их можно отдельно собрать в комочек и соединить с тестом. Немного подпыляю коврик мукой. На муке его еще немного ставлю. Вот так вот оно не цепляется к коврику. Вот теперь подкатываю в шкутик. Делаю такую колбаску. Раскатываю и сжимаю. Видно, что тесто не рассыпается. Хорошо держит свою форму. А это значит, что оно не сухое, не забито мукой. Делю ее на 8 примерно одинаковых частей. Каждый кусочек обваливаю муке. Раздавливаю, делаю более плоским. И он должен остаться круглым. Чтобы потом легко можно было раскатать круглую лепешку. Тарелку подпыляю мукой. Складываю сюда все кусочки. Накрываю пленкой. Хорошо закрываю со всех сторон, чтобы тесто не подсыхало. И ставлю в холодильник минимум на час. Можно на 2, на 3. А можно приготовить и заранее. Допустим, тесто замесить сегодня. А коржи выпекать уже завтра. А это продукты для крема. Вернее, пока только для заварной основы. К крахмалу добавляю сахар. Хорошо перемешиваю венчиком до однородности. Чтобы разошлись все комочки крахмала. Сюда же выливаю яйцо. И снова хорошо перемешиваю. Добавляю немного молока. Из общего количества. Чтобы можно было еще лучше размешать эту массу. Остальное молоко выливаю в ковшик. И отправляю на огонь. Вот молоко нагрелось до горячего. До кипения не доводило. Только пошел пар и сняла с огня. Добавляю его тоненькой струйкой. И хорошо перемешиваю. Возвращаю все в ковшик. Ставлю на небольшой огонь. И вот теперь постоянно помешивая, довожу до кипения. Вот масса начинает густеть. Вы это сразу почувствуете венчиком. И заметите на нем такие комочки. Уменьшаю огонь. Быстренько хорошо перемешиваю. Можно даже снять с огня. Чтобы вымесить до однородности. Заварную основу немного. Вот почти однородная. Еще больше уменьшаю огонь. И продолжаю перемешивать. Время от времени останавливаюсь. Проверяю, не началось ли кипение. Вот когда пошли такие бульки. С этого момента засекаю время. И провариваю около минуты. Тоже постоянно помешивая. Выключаю огонь. Еще 15-20 секунд подержу на горячей плите. И снимаю. Красивый получается крем. Нежная консистенция. Однородный. И только сейчас добавляю ванильный сахар. Так его аромат будет сильнее. Перемешиваю, чтобы он полностью растворился. Переливаю в миску. Накрываю пищевой пленкой контакт. И оставляю до полного остывания. Ну а пока заварная основа остывает, я приготовлю начинку. Для нее понадобятся яблоки в очищенном виде 300 грамм. 125 сахара и столовая ложка коньяка. Нарезаю их мелким кубиком. Примерно таким, каким мы нарезаем салаты. Чтобы кремовая прослойка с начинкой в торте получалась не толстой. Добавляю сахар и коньяк. Не бойтесь добавлять коньяк. При кипении спирт испарится. Останется только вкус и аромат. Но если вы совсем исключаете спиртное, то добавьте ванильный сахар. Все это хорошо, но аккуратно перемешиваю. И оставляю на некоторое время, чтобы яблоки пустили сок. Вот посмотрите, сока достаточно. Делаю небольшой огонь. И время от времени, аккуратно помешивая, до вожжода кипения. За это время должен полностью раствориться сахар. Вот начинается кипение. Засекаю время и протушу их около 3 минут. А вообще 2-3 минуты. Здесь уже смотрите по своим яблокам. Чтобы они не разварились в кашицу. Следите, чтобы кипение было не только с одной стороны, а по всему донышку. Пусть выпарится лишняя влага. Надо не только протушить яблоки, но и уварить сироп. Закустить его. Все, прошло 3 минуты. Выключаю огонь. И оставляю в сковородке до полного остывания. Яблоки остыли до теплого. Вот посмотрите, какие они. Хорошо протушенные кусочки в густом сиропе. Отбрасываю их на сито. И вот в таком вот виде оставляю до полного остывания. Пару раз их можно будет аккуратно перемешать. Чтобы с них побольше сошлось сиропа. Ну а пока начинка и заварной крем остывают, я испеку коржи. Прошло уже почти 2 часа. Тесто остыло. Я подготовила 2 листика пергамента, на которых буду выпекать коврик. Здесь буду обрезать коржи вот под эту крышку. И их диаметр получится 21 см. Подпыляю стол мукой. Из холодильника достаю по одному кусочку, чтобы другие не согревались. И раскатываю. Вот сверху тоже подсыпала мукой. И как всегда, пока эта лепешка маленькая, раскатываю ее по всей площади в разных направлениях. А потом от середины к краешкам. Чтобы по краям не шли брыжи. И этот корж оставался ровным. Толщина его где-то 1,5-2 мм. Я очень тонко не раскатываю. До прозрачности вот просто не надо. Проверяйте, чтобы он не прилипал к коврику. По надобности подсыпайте мукой снизу и сверху. И раскатать его надо значительно больше нужного диаметра. Потому что при выпечке они очень уменьшаются в размере. Вот так вот будет хорошо. Густо накалываю вилочкой, чтобы не было больших пузырей. И к этому времени у меня уже нагрелась духовка. Температура 200 градусов. Переношу на пергамент. А с пергаментом на противень. Когда первый корж уже будет опекаться, раскатаю следующий. Чтобы они не лежали на столе, не согревались и в них не таяло масло. Выпекался он ровно 10 минут при температуре 200 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Выпекаю обычно на среднем уровне. А эти коржи на уровень ниже. Чтобы лучше подпекалась донышко, было такое же румяное, как и верхушка. Пока коржи горячие обрезаю. Но не там, где раскатываю, чтобы не согревать стол. Вот посмотрите, какой красивый корж. Хорошо подпекся. Вот такое вот донышко. Вот хорошо подпекайте не только верх, но и донышко. Тогда коржи будут более нежные и хрустящие. А эти обрезки в тарелку. И все они пойдут на крошку. И вот так вот продолжаю параллельно раскатывать и выпекать. В сыром виде корж раскатываю диаметром где-то 27 см. А обрезаю на 21 см. Вот так вот они уменьшаются в размере. И обрезков получается совсем немного. Для крема понадобится 220 грамм сливочного масла, 200 грамм сгущенного молока, заварная основа и яблочный сироп. По весу его получилось 80 граммов. И все эти продукты должны быть комнатной температуры. Взбиваю сразу одно масло на четвертой скорости из 5 возможных. Пару раз зачищаю миску, собираю все со стенок. Так масло взбивается быстрее. Должна получиться вот такая вот светлая и пышная масса, которая своей консистенции уже напоминает крем. Вот теперь можно добавлять сгущенное молоко. Поделю его где-то на 4 приема. И каждую порцию взбиваю до полного соединения с маслом. Последнее молоко. И все так же не забываю зачищать миску. Вот теперь добавляю яблочный сироп. Добавлю за 2 раза. И хорошо взбиваю до пышности. Крем пышный, однородный. Осталось добавить заварную основу. И он будет полностью готов. Вот посмотрите какая у нее консистенция. Не очень плотная. Но и не жидкая. Легко раздавливается силиконовой лопаткой. Поделю ее на 4 порции. Каждую порцию тоже взбиваю до полного соединения с масляным кремом. И вот уже для заварной основы скорость уменьшаю до 3 из 5 возможных. Не надо ее вмешивать на высокой скорости. Все, продукты полностью соединились. Долго взбивать не надо. Крем готов. Посмотрите какой пышный, воздушный получается крем. Легкий, стабильный и не жирный. Делю ее на 2 равные порции. В одну добавляю яблоки. Перемешиваю. Вот этот крем с яблоками становится немного мягче. В них все равно остается сироп. Он не стекает полностью до сухости яблок. Хотя кажется, что его там уже нет. И этот сироп немного разжижает крем. Собираю торт. На первый корж выкладываю четвертую часть крема с яблоками. И разравниваю по всей площади. Видите, яблоки порезаны мелким кубиком. Их достаточно много. И крем с ними хорошо размазывается. Теперь корж переворачиваю донышком вверх. Выравниваю. И хорошо его прижимаю. На него крем без яблок. Поделила его на 5 порций. 4 на коржи. А пятый буду смазывать бока торта. Снова корж перевернула. Эта сторона более гладкая. И на ней легче размазывается крем. И так собираю весь торт. Прослаиваю коржи по очереди. То яблочным, то обычным кремом. Смазываю бока торта. Заполняю все пустоты. Я говорила, что обычный крем поделила на 5 порций. 4 на коржи. Так же, как и яблочный. А пятый на бока торта. Засыпаю торт крошкой. По бокам прижимаю ее лопаткой. И густо засыпаю сверху. Все, торт готов. Оставляю его в холодильнике на ночь. Хотя можно подавать уже через пару часов, когда крем немного стабилизируется. Прошла ночь. Торт выстоялся. Посмотрите, какой красивый и аппетитный разрез. Торт получается очень вкусный. Нежные хрустящие коржи. В меру стабильный крем, который очень напоминает мороженое. И, конечно же, яблоки. Дополняет его своим вкусом и ароматом. Готовьте с удовольствием и приятного вам чаепития. Ну, а если вам подобаются мои рецепты, делитесь с ними с друзьями. Подписывайтесь на канал, оставьте комментарии. Щиро дякую за подобайки. И желаю вам всего наикращения. Субтитры создавал DimaTorzok